друзья всем привет сегодня хочу вам рассказать о таком очень необычном мультиметре у него переключение происходит при помощи вот такого не совсем необычного энкодера вокруг дисплея вообще взрыв мозга такого еще ни разу не видел очень необычный мультиметр но его характеристики вы видите на экране измерение напряжения силы тока и так далее другие режимы измерений но обо всем и по порядку просмотрим далее мультиметр поставляется в плотной упаковке внутри можно найти инструкции на китайском и английском языках в комплекте с мультиметром идут простые силиконовые щупы и термопара для измерения температуры сам мультиметр имеет очень нестандартный корпус и способ управления прибор работает от двух батареек типа а немного ниже отсека для батареек находится предохранитель в случае чего к предохранителю есть доступ и его легко заменить но основная фишка и особенность этого прибора это роторное управление для начала включим прибор и мы видим дисплей на котором отображаются все режимы работы данного мультиметра а также возможность переключения между режимами всего лишь вращая энкодер энкодер который находится вокруг экрана поэтому можно с любой стороны вращать и тем самым переключать режимы работы здесь есть несколько кнопок управления некоторыми кнопками можно вручную переключаться между режимами также можно отключить пищалку здесь довольно громкая чтобы она не мешала можно включить фонарик фонарик очень слабый сейчас попробую отключить свет такое себе очень слабый фонарик этой кнопкой можно переключать яркость от самой низкой когда вообще ничего не видно до самой высокой я не знаю почему но камера очень плохо передает яркость дисплея дисплей очень яркий и легко читается режим авто позволяет быстро переключаться между измерениями напряжение переменного и постоянного и измерениями сопротивлений к примеру мы сейчас будем измерять напряжение на аккумуляторе 389 вольт также это блок питания 5 и 1 вольта и напряжение в сети 230 вольт можно измерить сопротивление 11 ом и включилась пищалка при необходимости легким движением одним пальцем можно переключиться между режимами измерений следующий режим это режим измерения переменного напряжения ничего особенного максимально допустимое это 750 вольт подключаем к любому источнику переменного напряжения и можно его измерить сейчас в сети 229 230 вольт переменного напряжения следующий пункт это режим VFC к сожалению продемонстрировать его работу я не могу это режим для измерения напряжения на частотных преобразователях которые используются для управления двигателями у меня таких преобразователей нету поэтому его работу показать не могу но знаете что такая функция здесь есть и можно пользоваться следующий режим это измерение постоянного напряжения как я уже показывал измерение напряжения на аккумуляторе 389 вольт отлично показывает и например источник питания 5 вольт блок питания 501 вольта все верно следующие три режима омметр измерения диодов и прозвонка а также измерения конденсаторов в этих трех режимах особенно проявится особенность работы с этим мультиметром к примеру есть некая печатная плата на которой есть компоненты которые необходимо проверить есть разные наборы как резисторы и диоды конденсаторы и переключение между режимом происходит только одним пальцем мы переключили сейчас в режим амметра и так измеряем сопротивление здесь должно быть 100 ом показывает 100 и 4 ома следующий резистор 150 килоом показывает 152 килоома диод мы переключаемся в режиме измерения диода падение напряжения 052 вольта следующие переключение одним пальцем происходит переключение измерения конденсаторов 975 нанофарад так 63 нанофарад а это у нас уже микрофарад и 33 микрофарад а реально что здесь написано 33 микрофарад а все верно до 480 микрофарад реально что здесь записано 470 не следующие на 82 микрофарад а показывает 74 и можно опять же быстро одним движением одной руки одного пальца переключиться в измерение опять же таки резисторов 150 килоом в режим прозвонки прозвонка очень быстро и задержек мне сказал и практически нету поэтому в таком режиме работы когда нужно измерить множество разных компонентов и нужно при быстро переключаться между измерениями очень удобно это управление когда одним пальцем можно легко переключаться между режимами работы следующий режим работы это режим измерения температуры и частоты сейчас показывается температура в градусах цельсия нажимая кнопку real можно переключиться в измерение в фаренгейтах и измерение частоты но мы вернемся к измерению в градусах цельсия для измерения температуры в комплекте идет вот такой вот щуп давайте к нему дотронемся и мы видим что от моих пальцев идет какой-то нагрев и датчик нагревается то есть все отлично работает для измерения частоты переключимся в режим измерения частоты герц как пример можно измерить сетевое напряжение частота как и у него показывает 49 и 97 96 герц вот у меня есть другой прибор который выдает два с половиной килогерца и можно его проверить какую он будет частоту выдавать два с половиной килогерца ровно идеально следующий режим включает датчик обнаружения скрытой проводки сам датчик находится вот в этом уголке датчик ncv и вот с помощью этого датчика можно обнаруживать скрытую проводку другой режим режим live он позволяет при помощи одного провода определить какой контакт является фазой здесь ноль здесь фаза ну и следующий режим это режим измерения тока максимально допустимый ток 20 ампер но только в течение 10 секунд вы учтите что этот аппарат он не предназначен для долговременного пропускания большого тока поэтому максимально допустимый долговременный ток не должен превышать больше 10 ампер а лучше и того меньше поэтому если вы измеряете большие токи такие как 20 ампер то делайте это кратковременно и возьмем блок питания и подадим на него нагрузку резистор и текущий ток у нас сейчас 370 миллиампер то есть сейчас через этот резистор протекает ток в размере 370 миллиампер также удобно то что сам мультиметр показывает каким разъемом должны быть подключены щупы в данном случае должны быть щупы подключены к разъему ком и 20 а то есть к разъему ком и 20 а и так что в целом можно сказать по прибору очень интересный прикольный приборчик особенно уникальное вот это его переключение ни в одном другом приборе такого нету что делает его использование довольно таки необычным и в какой-то степени очень даже удобный можно также переключаться при помощи вот этих двух кнопок зажав эту кнопку можно отключить звук пищалка довольно громко и она бывает порой раздражает этой кнопкой зажал можно включить фонарик но фонарик очень очень слабый его вообще не видно что он там светится то есть он вроде бы есть но его на самом деле нету из минусов то что он не сохраняет свои настройки то есть если мы сейчас выключим его выключим и включим то пищалка все равно будет сейчас работать а яркость будет не максимальная что тоже не супер удобно также из минусов я бы добавил довольно хлипкую конструкцию так отключим эту пищалку довольно хрупкую конструкцию самого вот этого энкодера он хоть и вращается и пластик сам по себе крепкий но чувствуется что довольно таки оно здесь все шатается оно такой хлипкое и все не знаю как показать вот видно что болтается болтается и вот это вот болтанка приводит к ложным срабатыванием когда хочешь сделать только одно движение а переключение происходит на несколько то есть идея супер классная интересная но реализация хромает в целом довольно неплохой мультиметр который неплохо измеряют все то что необходимо измерять меня особенно удивило то что здесь есть функция измерения частотников что довольно таки редко встречается а также то что измерение силы тока происходит по принципу true rms то есть здесь истинное измерение тока независимости от формы сигнала и не нужно чистая синусоида для правильного измерения силы тока что очень и очень большой жирный плюс ведь не все мультиметры особенно дешевые могут измерять нормально силу тока когда напряжение точнее говоря когда ток форма сигнала она не совсем правильная поэтому true rms в этом мультиметре это большой и жирный плюс вот такой вот мультиметр интересный и классный все ссылки вы найдете в описании оставляйте свои комментарии и отзывы и что вы об этом думаете об этом мультиметре очень нестандартные функции управления у него так что жду ваших отзывов и ваших мнений ну а вам я желаю успехов всем пока